Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Эмеретинке появится новый комплекс. В него войдут школа, детсад и бассейн. Об этом стало известно в рамках фестиваля образования. В Сочи на 200 обманутых дольщиков стало меньше. Документы о сдаче в эксплуатацию получил застройщик многоэтажки в Дагомысе. Один из грабителей, похитивших 30 миллионов, оказался 53-летним жителем Северокавказской республики. Его задержали на вокзале. Митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор провел торжественную литургию в Сочи. Сегодня престольный праздник в храме у Олимпийского парка. Больше 230 автобусов появятся в кубанских школах в этом году. На транспорт уже предусмотрено порядка 560 миллионов рублей. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году стала главной темой селекторного совещания под председательством Дмитрия Медведева. На видеосвязи и наш регион. Вениамин Кондратьев подводит итоги на финишной прямой перед первым сентября. Все школы региона оснащены тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. Библиотеки снабжены учебниками. На эти цели потрачено почти 700 миллионов рублей. 1 сентября в школы Кубани пойдут 650 тысяч детей. В День знаний для них откроют двери 5 новых школ. В сентябре завершится ремонт спортзала в школе номер 81 поселка Волковка. В целом за последние годы в Сочи капитально отремонтированы спортзалы в шести школах. А уже в эту субботу в День знаний 400 детей войдут в новую школу, построенную в поселке Совет Кваджи. Об этом глава Сочи рассказал участникам социально-педагогического фестиваля «Образование-2018». Сессион в эти дни завершается на курорте. Значительная часть мастер-класса в рамках фестиваля была посвящена развитию дополнительного образования. Кружки и секции сегодня ходят 88% сочинских детей. Но, отмечает мэр Сочи, надо развивать общественные и клубные объединения, такие как Всероссийское движение школьников, военно-патриотические клубы, волонтерские ячейки. Только этим можно отвлечь ребят от улицы, считает Анатолий Пахомов. Это очень плотная работа с родителями. Мы вводим у себя в гимназии номер 15 очень интересные праздники, такие как, например, день рождения семьи, такие праздники, как, например, детские выходные. Это выходные или экспериментальные выходные. Это тогда, когда к нам в субботу приходят и родители, и дети, и мы делаем совместные большие интересные игры. Одна из самых острых проблем в отрасли – это ликвидация очереди в детсады. Несмотря на высокие темпы строительства новых зданий, мест все равно не хватает. Число дошкольников растет за счет увеличения рождаемости и притока в город новых жителей. В нынешнем году курорт получил 180 новых мест. Это дошкольная ступень. В школе номер 84 пристройка к детскому саду номер 4. В следующем году начнется строительство нового детсада номер 7 на месте старого здания в Хосте. Если говорить о темпах строительства детских садов за время нашей совместной работы, то в городе Сочи 2008 года по 2018 год включительно построено 7 новых детских садов и 12 пристроек существующих. Но и очередь не стоит на месте. Поэтому дорожная карта по строительству детских дошкольных учреждений будет актуальна в течение еще нескольких лет. А часть муниципального бюджета будет ежегодно направляться на эти цели. Одновременно с детсадами реализуется программа строительства школ. Возводится здание начальной школы у гимназии номер 15 и школы номер 82. Проектируется новый комплекс в Эмеретинской долине, куда войдет школа, детский сад и плавательный бассейн. В бюджете следующего года также запланирован капремонт бывшего здания Сочинского госуниверситета на Макаренко. Это будет новая школа на 1100 мест. Сочинская полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Причина – начало учебного года. О проделанной работе сегодня отчитались руководители нескольких подразделений управления внутренних дел Сочи. В ночь перед первым сентября мы планируем уже взять под охрану 71 школу, то есть 100%. В ночное время проведем кинологическое обследование с участием кинологов. Те школы, где были проведены капитальные ремонты, а их 8 у нас, проведем обследование с привлечением инженеров-саперов. Обследованы и подъезды к школам и детсадам. Там обновляют разметку и проверяют работу светофоров. Выявлена масса недостатков, 89 в содержании проезжей части технических средств. Выдано два предписания на устранение недостатков. И до 30 августа должны быть они устранены и проведем мы день знаний уже без нарушений. Также с 28 августа стартовал четвертый этап противо-наркотической операции МАК-2018. Он продлится до 9 сентября. В сам же день знаний маршруты патрульно-постовой службы максимально приблизят к учреждениям образования. Один из грабителей, похитивших в Сочи 30 миллионов рублей, оказался 53-летним жителем Северокавказской республики. Его накануне задержали на железнодорожном вокзале курорта. При проведении личного досмотра у задержанного была обнаружена и изъята часть похищенных денег. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина отправлен под арест. Напомню, в пятницу 24 августа местного жителя ограбили на улице Чехова. В дежурную часть управления внутренних дел по городу Сочи, главного управления МВД России по Краснодарскому краю, обратился местный житель. Он сообщил, что снял в банкомате крупную сумму денег и ехал на автомобиле со своими знакомыми. В тот момент, когда заявитель ненадолго покинул транспортное средство, рядом остановилась иномарка. Двое неизвестных в масках вышли из автомобиля и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать ему сумку с деньгами. После того, как их требования были выполнены, злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила около 30 миллионов рублей. В городе были введены планы «Перехват» и «Сирена». Полицейские составили ориентировки на преступников и автомобиль. Розыск продолжается. В Сочи на 200 обманутых дольщиков стало меньше. Сегодня документы о сдаче в эксплуатацию получил застройщик в многоэтажке по улице Батумское шоссе в Дагомысе. Как объект попал в список проблемных домов, а затем благополучно его покинул, расскажет Ольга Десятого. Поздравляем вас с этим знаменательным событием. Поздравляю! Застройщику вручают разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Итоговая проверка многоэтажки стройнодзором проведена. Собственники получают долгожданные ключи от квартир. Галина Виноградова – коренная сочинка. Живет неподалеку в частном доме в Лао. Теперь она еще и счастливая обладательница небольшой студии в центре Дагомыса. Квартира-студия, 34 квадрата. Планируется кухня. Плавный переход в зал. Телевизор, диван. Перегородка. За перегородкой спальное место. Осталось сделать ремонт, поставить мебель и можно наслаждаться приятным видом с балкона новой квартиры. Впрочем, заветные квадратные метры в этом доме приобретали не только сочинцы. Вот на этой карте география всех жильцов многоэтажки. И судя по установленным здесь флажкам, квартиры здесь покупали жители Петропавловска, Камчатского, Магадана, Якутска, Читы, Красноярска, Москвы и Московской области. А вот этот флажок находится в городе Лилихаммер. Это Норвегия. Семья Петиш приехала в Сочи из Челябинской области. В строительство дома на Батумском шоссе вложилось в 2016-м. Переехать в Сочи и заселиться в новостройку планировали годом позже. Но застройщик не успел сдать объект вовремя. Стройка затянулась. Был сдвиг. Но мы видели, что строительство дома продвигается. И поэтому мы особо не переживали. Конечно, было где-то у нас немножечко сомнений. Потому что знаем, что очень много неблагонадежных застройщиков. Окончание строительства и ввода в эксплуатацию многоэтажки ждали более 200 семей. Еще 8 месяцев назад эти люди входили в число обманутых дольщиков. Объекты долевого строительства исчисляются проблемными, становятся проблемными. Со следующего дня, после истечения договора долевого, обязательства договора долевого участия. По этому объекту была задержка ввода в эксплуатацию. Она не носила сроки год, два, три. Это было исчислилось 8 месяцев. Он должен был быть сдан в декабре 2017 года. В начале у нас было такое, на два года мы получили разрешение. Не рассчитали на то, что дом монолитный, очень сложный. Мы думали, что успеем. Но мы все усилили были. У нас даже суббота, воскресенье мы работали. Каждый божий день работали. Но у нас так получилось, что по графикам не успевали. Потому что дом, в самом деле, очень сложный был. Но мы продлили, но мы все равно уложились. В Сочи еще в начале года 28 домов входили в число проблемных. Это многоэтажки, построенные по договорам долевого участия. Девять домов, либо корпусов в новостройках, уже исключены из этого списка. В ближайшее время из числа проблемных планируют исключить еще не менее пяти объектов. Первоклассникам канцтовары, семьям продуктовые наборы. Сегодня организация поддержки многодетных семей провела в Сочи благотворительную акцию. Акция прошла на площади возле дома культуры Дагомыс. С детьми работали аниматоры, играли с ребятами в подвижные игры. Другие могли попробовать себя в сладких мастер-классах, учились украшать пряники. Ну а взрослым, это многодетные мамы, вручали продуктовые наборы. Сегодня присутствует здесь около 50 семей. Деток, конечно, побольше, потому что в каждой семье от трех до девяти детей. Семьи получили продовольственную помощь, народные обеды. То есть мы являемся как филиалом кубанская семья. И фонд продовольствия «Русь» предоставил нам народные обеды. Там пять видов крупы и бутылочка масла. Такая помощь крайне необходима, говорят сами многодетные. Особенно в преддверии нового учебного года. Сегодня первоклассникам также в рамках акции подарили наборы канцтоваров. Я являюсь мамой вдовой четверых деток. И очень рада за то, что проходят в нашем городе такие мероприятия. Мы пытаемся их сами устроить для наших многодетных семей, чтобы нам стало полегче. Организация, которая провела акцию, достаточно молодая. Зарегистрирована полгода назад, но уже отметилась целым рядом мероприятия. Сегодня эта организация входит в союз многодетных семей страны. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 30 августа в Сочи переменная облачность. Ночью плюс 22, плюс 24. Днем 29, 31 градус выше нуля. Митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор провел торжественную литургию в Сочи. Сегодня престольный праздник в храме спаса нерукотворного образа, что у Олимпийского парка. О том, как прошел день рождения храма и об истории его появления, расскажем в нашем следующем сюжете. 29 августа здесь собирается большое количество прихожан. И всегда в престольный праздник приезжает митрополит Екатеринодарский и Кубанский Сидор. Он же его освящал в начале 2014 года. Тогда приезжал и патриарх Кирилл. Ведь у Олимпийского храма необычная история. В 2010 году в Сочи были найдены руины древнего византийского храма IX века. Предполагается, что там были погребены еще до основания Киевской Руси христианские мученики. Камень, взятый из руин, спустя два года был заложен в основании этой величественной святыни. Весь храмовый комплекс построен в духе памятников неовизантийского стиля рубежа XIX и XX веков. Проспись сделана в стиле модерн. Ее подчас сравнивают с живописью Васнецова. Изображения библейских персонажей и ангелов на фресках отличаются яркой выразительностью глаз. А богоматерь с младенцем на руках изображена в полный рост. И где бы человек в храме ни стоял, везде улавливает ее взгляд. Сегодняшнюю праздничную службу после окончания Успенского поста провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Сидор. Я чувствую, что встречает меня всегда очень гостеприимно и приятный народ Божий здесь. И чувствую себя здесь уютно, комфортно. И главное, что молитва творится здесь. Замечательный храм, он уже намоленный. Справа от алтаря внизу отдельное помещение сюда, в крипту, где установлен мраморный саркофаг с останками неизвестного святого, найденного при раскопках, может попасть любой желающий. Ирина Проскурина, придя сегодня с сыном на службу, рассказала, как не так давно была на пороге отчаяния. У нас было дело, которое мог помочь только Господь. И со слезами обратившись, наша семья, вот мы к вере пришли, мы попросили. И вы знаете, во славу Божию, это получилось. И в этот год, и дай Бог, ну сколько, мы будем всегда сюда приезжать. Мне здесь нравится, здесь красиво, здесь прям, можно сказать так, божественно. Сегодня же митрополит Исидор открыл в Адлере новый храм Дмитрия Донского. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. К концу года в Сочи появятся новые экскурсионные пешеходные маршруты. В администрации города приступили к разработке проекта. Судя по данным опроса, у туристов есть потребность в походах, в том числе многодневных, по горам курорта. Сегодня в мэрии презентации экскурсионных пешеходных маршрутов провели представители горнолыжных курортов, нацпарка и кавказского заповедника. Пешеходное движение на этих территориях развито достаточно активно. Многие маршруты пользуются огромной популярностью. Среди них реликтовый лес, водопад Поликаря, Черная пирамида, Альпийские луга, тропы здоровья. На этом совещании мы планируем рассмотреть возможность развития новых маршрутов, восстановления тех маршрутов, которые существовали еще во времена Советского Союза. Хотелось бы, чтобы не только такие вот огромные предприятия этим занимались, но и просто активисты, у которых есть опыт в этой работе. Вот мы хотим их состыковать с собственниками этих земельных участков, с нацпарком и заповедником, для того, чтобы они на каких-то договорных отношениях начали процесс благоустройства этих маршрутов. Новые маршруты должны появиться уже к концу года. Напомнили представителям экскурсионных фирм сегодня и про пожароопасность. В лесах Сочи она сохранится в течение месяца. Финалисты «Новой волны» выступят на дискотеке в Сочи. Она состоится 7 сентября в 20 часов на площади Южного Мола Сочинского морского порта. Вход для всех бесплатный. Международный конкурс с молодых исполнителей «Новая волна» стартует в Сочи 4 сентября. В этом году в конкурсе принимают участие 15 финалистов из 10 стран мира. Россию на конкурсе представят Дарья Антонюк, Дан Розин, Анна Зорина, дуэт «Этнозапил» и группа «Китуа». Оценивать выступления финалистов будут Игорь Николаев, Филипп Киркорова, Алсу, Сергей Лазарев, Анжелика Варум и другие. Председателем жюри конкурса традиционно станет композитор Игорь Крутой. Новый менеджмент, который перевернет все. В Сочи на площадке отеля «Меркьюр» прошел мастер-класс Владимира Зимы под названием «Новый менеджмент как ответ на вызовы времени». Владимир Зима – автор книги «Инструменты руководителя». Инициатором мероприятия выступил «Ротари-клуб Сочи». «Ротари-клуб Сочи» – объединение деловых людей города, цель которого – организация совместных проектов, направленных как на благо самих участников клуба, так и всех горожан. Многие сочинцы знают про клуб благодаря проекту по организации спортивной «Ротари-площадки» в городском парке на Макаренко и другим социальным проектам. Крайне важно повышение компетенции для любого, кому не безразличен свой собственный бизнес. Соответственно, если есть возможность, а она есть, благодаря тому, что «Ротари» организуют мероприятия, благодаря тому, что компания «Апорель» организует мероприятия, приходите и учитесь. Не только руководителям нужно учиться руководить, потому что принципы руководства, принципы управления, они работают и в повседневной жизни. Владимир Зима в своем выступлении коснулся целого ряда важных для сочинского бизнеса тем – необходимость обучения и развития управленческих навыков у руководителей среднего звена, актуальность обратной связи внутри предприятия, изучение передового российского и международного опыта с внедрением лучших практик на предприятиях города. Так же, как должен уметь работать с людьми и процессами младший руководитель, точно так же должен уметь работать с людьми и процессами высший руководитель. Основная задача на самом деле – дать предпринимателям, дать менеджерам возможность организовывать процесс по технологии. Владимир Зима уже не первый раз выступает перед руководителями сочинских предприятий. Многие слушатели уже внедрили его рекомендации в работу своих компаний и с удовольствием приходят на встречи за новой порцией полезной информации. Приехал в семинар и 60% персонала просто уволит. От Владимира привозил конкретные инструменты, которые завтра начинаешь. А давай попробуй вот это, а давай попробуй вот это. Сегодняшний мастер-класс – лишь очередной этап в обучении сочинских руководителей. На октябрь запланирован семинар управления исполнением, на который организаторы готовы пригласить еще более широкий круг руководителей. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские кондитеры поборются за звание лучшего в профессии. Заявки на участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства принимаются до 14 сентября. Конкурсанты должны иметь стаж работы кондитером не менее трех лет. Минимальный возраст участников – 21 год. Лучшего кондитера края назовут 27 сентября. Пятифиналистам, которых отберут по результатам заучного тура, будет предложено приготовить торт и пирожные по заданной теме смартфуд. Будут учитываться выбор современных ингредиентов, форм и текстур, а также личная интерпретация темы. Победитель регионального этапа будет представлять Краснодарский край на федеральном уровне. Финал пройдет в Тамбове в конце октября. Там победители и призеры получат дипломы и денежные призы – 300 тысяч рублей за первое место, 200 за второе и 100 тысяч, занявшему третье место. Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Департамента потребительской сферы Краснодарского края. 300 гимнасток борются за кубок главы города Сочи. На курорте проходит открытый городской турнир по художественной гимнастике «Сочинская волна». В «Сочинской волне» участвуют четыре спортшколы Сочи, три с Краснодара, а также гимнастки из Ростова-на-Дону, Забайкальска, Красноярска. Девочки уже завершили групповые выступления. Сегодня на ковре Центра спортивной подготовки «Югспорт» самые маленькие художницы. А вот 30 августа участницы турнира проявят свои умения в упражнениях с предметом. Завтра же объявят обладательницу главного приза соревнований – Кубка главы Сочи. Кубок главы города впервые такой проводится у нас в Сочи. Конечно же, каждая девочка хочет иметь свои коллекции. Кубок главы города Сочи. Я считаю, что каждая девочка должна попробовать свои силы на профессиональной площадке. В этом зале мы принимали чемпионат России. В этом зале выступали Кудрявцева, Маму. Каждая гимнастка хочет пройти и выступить там, где выступали достойнейшие гимнастки России. Хорошая осанка, красивый поворот головы, устойчивое равновесие. А еще для победы нужно уметь парить в прыжке и проявить чувственную сторону танца. Кубок главы Сочи для сочинок – это огромный стимул, отмечают тренеры. К слову, у местных спортсменок есть все шансы оставить главный приз в городе. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова